У нас запах. Запах это мягко сказано. Вонь. Вонь в прямом смысле слова. Комарьё. В-третьих, всё оборудование, как говорится, сгнило. Там уже если задеть, то там всё прорвётся. Всё, буквально. И это всё про канализацию. В доме 83 на улице Мира более пяти лет назад произошёл порыв трубы в подвале. С тех пор в нём периодически скапливаются сточные воды в перемешку с фекалиями. Ирина Геннадьевна живёт в этом доме 4 года. Говорит, что смрадный запах был всегда. Да, терпению жителей можно только позавидовать. Мы уже до такой степени, как говорится, выругались. Все выругались. Что уже никого, вот видите, даже никто не вышел. Потому что никто не верит уже в предстоящее, как говорится, деяние. В прошлом году мы уже делали сюжет об этой гостинке. Тогда в подвале дома фекальными стоками затопило электрощиток, который снабжает электричеством всё здание. Тогда за домом следила управляющая компания ООО «Комбинат комплексного обслуживания». Жильцам предложили в срочном порядке собрать 60 тысяч рублей. На эти деньги коммунальщики капитально отремонтировали электрощитовую. В прошлом году у нас была управляющая другая. Они вроде что-то делали, вроде прикатили бочки, откачали, раздолбили стену, вставили какие-то шланги, откачали, увезли. На том и дело кончилось. Всё. То бишь, одно увезли, другое прибывает. Вот и всё. В прошлый раз подвал затопило, потому что засорился сетевой канализационный колодец. Это произошло из-за того, что на Мира-58 сгнила труба, где расположен подпор стоков на центральном коллекторе. Трубу починили, колодцы прочистили. А в подвале всё равно продолжают скапливаться сточные воды. За это время в доме уже успели смениться коммунальщики. Сейчас многоквартирку обслуживает муниципальная управляющая компания «Водоканал». Но, как говорят жители, организация бездействует. Прямо сейчас мы находимся в этом самом подвале. Здесь, если пройти чуть дальше, мы слышим, как журчит ручей, так сказать. У нас даже камера не может снимать, потому что здесь очень сильный парёж, очень много комаров и, слава богу, что камера не передаёт этих ужасных ароматов, которые здесь стоят. Чтобы разобраться в проблеме, мы обратились в Березняковскую водоснабжающую компанию, где нам пояснили следующее. Последняя заявка по данному адресу в БВК поступала 5 августа. Управляющая компания должна подать нам заявку, убедившись, что нет засора канализаций на сетях внутри дома. Сотрудники управляющей компании с нами на связь не выходят. Мы отправили официальный запрос в организацию. По закону ответ нам должны предоставить в течение семи дней. Однозначно, ставить точку в этой истории рано, потому что вопросов очень много. К этой теме мы обязательно вернёмся. Валерия Галакова, Никита Игнатьев. Наши новости.